Последние новости из мира белорусского спорта. Гродненский небо – чемпион Беларуси по хоккею и сезон у них официально закончен. Обрезки конболиста, к огромному сожалению, не смогли пройдиться в чемпионал конбольный чемпион. Но сегодня не об этом. Сегодня мы расскажем о нашем первом туре чемпионата Беларуси, о выезде Могилёв и даже им может и больше. Мы постараемся показать, как устроен наш футбол изнутри. Ну что, поехали! Наши дублёры открывали сезон первой официальной игрой именно в Могилёве. Направляемся к стадиону «Сдюшор-7», где сегодня играют наши дублирующие составы против Днепра. Сейчас мы вас совсем не познакомим. А вот эта белая – это снег. На территории школы расположен комплекс полей, здания с раздевалками и прочими атрибутами для тренировок и занятий. «Сдюшор-7» богата на таланты. Именно она дала путь в жизнь чуть ли не всем известным могилёвским футболистам. Вот ещё наши старые знакомые – Горбунов, Бычинок и Гнатович. «Не надо меня снимать, честно не знаю». Очень много кубков. Ну, очень много. А ещё, пожалуйста, Сиднёв, Калачёв. Вот ещё Булыля. А выгадайте, где я сейчас. Правильно, на поле. Занимается будущее белорусского футбола. Кто знает, может, среди этих ребятишек есть будущее Тимофея Калачёва или Александра Сиднёва, а может, даже Александр Глеб. Искренне желаю им добиться больших успехов. Несмотря на непростое поле и плохую погоду, наша молодёжь показала желание победить. И ещё в первом тайме ребята забили два мяча, которые решили исход встречи. Первый матч – первая победа. Хорошее начало. Могилёв – большой город, областной центр, между прочим. И не были мы здесь достаточно давно, целых два года. Хорошо тут. Тихо, спокойно. Людей мало. Идём дальше. Впереди стадион «Спартак». Вообще он расположен почти в центре города. Тут достаточно красиво. Вот, сразу же нормально. Та-дам! Всё, короче, мы сейчас, всё, ну давай, давай. Можно интервью здесь? А вот, пожалуйста, афиши на сегодняшний матч. Расскажите, сколько билетов продать? Не скажу, откуда ж я знаю. С трёх часов только стала касса работать. А как думаете, много людей придёт? Ну, первый футбол. Ну, надеемся, что придут. Между прочим, Евгений Капов сейчас тренирует дублирующий состав. Вчера мы с ним виделись. Ещё рано снимать. Ещё не выстрелил. Рано снимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Укладка я сумочку. Дивизированный магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно у вас интервью взять? Ну, нет. Ничего. Нет. Вы знаете, что футбол сегодня? Конечно. Опа! Вот это красное здание, это разделом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы сюда приезжали в прошлый раз, строили здание вот это. За моей спиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И бесплатно. Поле для апреля вообще идеальное. Конфета. Все-таки соскучились в Могилеве по Большей Лиге. Смотрите, какая очередь. А до игры осталось 15 минут. Итого на трибунах собралось 3000 зрителей, большинство из которых явно не ожидали такой игры и такого итога от местной команды. В первой половине матча на красавец гол Александра Наяка Днепр ответил лишь ударом со штрафного. А динамовцы не думали останавливаться. Еще два мяча во втором тайме и результат был обеспечен. Давно мы не начинали чемпионат с крупной викторией и от этого победа вдвойне приятна. Дорогие друзья, все, что вы увидели, лишь малая часть того, что скрывает из облицов белорусского футбола. Поэтому в следующих сериях мы обязательно будем стараться показывать вам еще больше. Ну а пока сезон мы начали с победой, и в воскресенье мы постараемся закрепить наш успех. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаем вас всех на стадион «Трактор» в 15.00. Поддержать нашу любимую команду. Берегите себя и увидимся совсем скоро.